Привет, меня зовут Саркис, ты смотришь канал Атом-Дуба, на котором ты найдешь объяснение физических законов на предельно простом языке. И сегодняшняя наша тема, как работают электростанции и что такое переменный ток. Если ты уже знаешь, что такое электромагнитная индукция, то тогда тебе будет довольно просто понять, что мы сейчас будем делать. Если же ты не знаешь, тогда ты можешь запросто посмотреть мое предыдущее видео, ссылку я оставил внизу, где я как раз объясняю, что это такое. В том видео мы разобрались, что меняющееся магнитное поле создает в проводнике напряжение. Здесь у меня в катушке 1500 витков, чтобы это напряжение на каждом из витков складывалось друг к другу, чтобы эффект был заметным. Вот я еще раз продемонстрирую для напоминания, видишь, да? Меняющаяся магнитная поле, потому что это магнит. И вот там вот сигнал электрический. Отлично. На экране осциллографа. Практически на каждой электростанции есть катушка такая же, как и эта, ну, побольше, скорее всего. В подавляющем большинстве электростанций, конечно, не на всех. Вот. Которая переводит энергию механического движения, движение мои руки, в электрическую энергию. Но согласись, мой метод пока что не очень, да? Ты бы, не очень, я думаю, захотел бы получать себе домой из розетки вот такие вот импульсы. Если ты обращал внимание, то на всех электростанциях что-нибудь докрутится. Я тоже закручу магнит, смотри, возле катушки. Видишь? Тоже создается напряжение. Почему? Несмотря на то, что магнит стоит на месте, ну, уходит никуда, но магнитная пола через катушку все равно меняется. Почему? Потому что то магнитное поле направлено в одну сторону, то в другую. Причем то оно увеличивается, то уменьшается. То же самое происходит с напряжением. То напряжение положительное, то есть вверх уходит, то отрицательное, вот. Но так как я криворукий геандерталец и не могу нормально крутить магнит, то я, чтобы помочь себе, возьму это гениальное устройство, это дрель. Зацени, что это толпыш. И ты можешь смотреть на диод, и диод тоже загорается, да? Сто. Примерно то же самое происходит и на электростанции. Тем или иным способом закручивается вал с магнитом. Правда, не обязательно крутить именно магнит. Можно крутить и катушку в магнитном поле, никакой разницы нет. Правда, на электростанции делается 50 оборотов за секунду. То есть, как говорят физики, частота вращения там 50 Гц. То есть 50 раз за секунду один оборот делается. Вот. И следовательно, и напряжение 50 раз за секунду повторяет вот такой вот один контур. Такой вот ток, который меняет постоянно свое направление и называется переменным током. То он положительный, то он отрицательный. А что, получается, лампочка 50 раз за секунду моргает, что ли? Что-то... Нет, по-моему. Саркист, ты что-то, по-моему, опять нагнал, а? Сказочник. Ну, нет. Лампочка светит за счет того, что нитка внутри этой лампочки, которая сделана из вольфрама, она очень сильно греется. И за то время, пока ток равен нулю, она просто не успевает остыть. Хотя, даже если бы она успевала остыть, мы бы вряд ли что-либо внятное своим глазом увидели. Увидели бы, потому что уж слишком часто для нашего глаза ток меняет свое направление. Ну и давай напоследок с тобой глянем, как выглядит зависимость напряжения от времени. Если бы у меня не тряслись руки, и я смог бы засунуть магнит внутрь катушки и крутить его там, то тогда зависимость была бы замечательным синусом. Очень такая вот незамысловатая функция. Спасибо огромное, что ты досмотрел это видео до конца. Я очень рад, если бы хоть кому-то стало хоть что-то понятнее. Не забывай писать, что тебе осталось непонятное. Ну и пока-пока. Спасибо.